А вы видели когда-нибудь, как цветёт хрен? Вот он как цветёт. И здесь я его посадила в позапрошлом году. Вычитала, что рядом с картошкой очень хорошо, когда растёт хрен. Вот эти его эфирные масла вредителям не очень-то приятны. Поэтому здесь я попросила мамулю свою. Мамочка, привет, если смотришь. И она посадила мне во всех междурядьях около забора по два кустика хрена. А вы знаете, как он пахнет? Вы себе даже представить не можете, как он пахнет. Ой, это такой медонос. Ой, великолепный. Просто великолепный. Так что вот. Томатики из семян второго посева. Первый посев меня подвёл, поэтому я тут побольше сыпала. И вот такая у меня рассада теперь. Уже почти все грядки заняты. Жалко и удалять-то. Не знаю, надо бы с кем-то поделиться. Вот это второй посев. Сейчас покажу первый какой. А вот это первый посев. Вот такие уже томатики. Можно было подождать до отсюда рассаживать. Посаженные в грунт томаты и перцы очень закалённые и крепкие получаются. Посмотрим, сравним. Ну, так я уже сажала. Мне очень понравилось. И они какие-то вкусные получаются. Особо вкусные. Виноград, который был посажен прошлой весной, выпускает цветочную кисть. Удивительно. И почти все, между прочим. Вот я не знаю, формировать бы надо кустик, а он решил плодами нас порадовать. Даже не знаю, что и делать. Рододендрон открыл все свои бутончики. Вот такой он у меня лапушка. Тут остильба разрослась. Я думала, рододендрон быстрее растёт, успеет подняться. Но как я заблуждалась. Рододендрон очень медленно растёт. Ну, красавец! Под черешней мне муж подготовил грядочку квадратную из досок. И там я решила посадить люпин белый. Ну, какой он красивый, некрасивый. Верхняя терраска будет у меня клевер белый. Ну, там, может, тоже вокруг посажу. А под черешенкой будет люпин. Вот такая красота. Пошла сажать, сеять, то есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова